Дорогие друзья, всем привет! Долгожданное видео про еду на нашем канале. Ура! Семья, привет! Привет, привет! Мы пришли в ресторан. Мы всегда это место проходили мимо. И мы решили отведать данной еды сегодня. Сегодня у нас годовщина. 11 мая, 15 лет. Сегодня еще у нас объявили, что будет тайфун, дождь. Вот это все. Дети в школу сегодня не пошли дома. Смотрите, здесь пицца. С устрицами. Все с устрицами. Суд такой с устрицами и такой с устрицами. Вот так сочно. Вот так вот это вот перчик. Здесь мясо с устрицами. Там какой-то прям горшок целый с устрицами. Все выглядит максимально сочно, мощно. Мы туда идем, правильно? Да. Погнали. Попробуем. Дорогие друзья, прервемся на ролики. Компания Honor. Honor, кому как нравится говорить. Говорят правильно говорить Honor. Ну да ладно. Компания Honor прислала мне на обзор прямиком из Шенчжени. Новенький, красивенький телефон Honor Magic 4 Pro. Модель совершенно новая. Буквально недавно была анонсирована. К сожалению, не зная, где можно купить или заказать, телефон был отправлен для ознакомления. Если информация поменяется, проверяйте ссылку в описании под видео. Вот он, красавец. Потрясающий цвет, бирюзовый. Поверхность глянца. Похоже, будут видны пальчики. В комплектации скрепка для открытия слота на две сим-карты. И силиконовый чехол. И на экране наклеена защитная пленка. Очень приятно. USB Type-C провод. И зарядное устройство на 100 Вт. Я тестировал со включенным экраном. У меня ушло 44 минуты до 100%. Это очень круто, я считаю. Ну и конечно, хочется отметить экран. Очень сочный. Вы посмотрите только на эти цвета. Диагональ 6.8, AMOLED. Разрешение 1312 на 2848. И частота обновления 120 Гц. Это прям чувствуется. Установлен 12-й Android, 6-й Magic UI, 8-й Snapdragon, оперативная память 8 ГБ и внутренняя память 256 ГБ. Аккумулятор 4800 мАч. Под экраном установлен сканер отпечатка пальца. А также есть распознавание по лицу. Далее хочется отметить камеру, а их тут несколько. Широкая камера на 50 МП. Ультраширокая камера на 50 МП с углом обзора 120 градусов. Перископическая телеобъективная камера 64 МП со 100-кратным зумом. Сенсор, который уменьшает мерцание во время съемки. И система лазерной фокусировки. Фронтальная камера на 12 МП. И 3D-камера для распознания лица. Вот небольшое фото и видео сравнение с 13-м iPhone Pro Max. Продолжение следует... В целом телефоном очень доволен. Сочный экран. Хочется смотреть на него и использовать. И отличная камера. Как для любителя, так и для профессионалов. Которые хотят поиграться с настройками. Смотрите ролик дальше. Ну как я уже говорил, мы этот ресторанчик мимо все пробегали. В том были. В том ресторане были. А этот все время пробегаем. Вот. Ну решили сегодня попробовать. Он, кстати, небольшой. Кухня вот она вся перед глазами. Здесь сейчас будет пиццу готовить. Сейчас я, наверное, вам покажу. Поснимаю. Сейчас заказ сделаем. Мы уже определились, что мы хотим. Пиццу хотим. И вот эта вот сквашенная капуста. Прям, мне кажется, очень вкусно. Ну и горшок. Я не знаю, лапшу, наверное. Там, короче, все, что здесь есть, все хотим. А здесь уже готовят нашу пиццу. Смотри. В масле, смотрите, просто жарится. Так. Ошметки всякие. Чик-чик. Опа. Вот это масло стока, прикинь. Используется. Супчик выглядит на картинке. Красивее? Да, красивее. Это суп, да? Да. А, это каша. Каша. О, черес. Ну, ее много, да? Да, попьем и стену. Какие-то добавочки, смотрите. Это что, типа в кашу, да, добавлять? Пахнет рисом и морепродуктами. Сразу, сходу. Он говорит, что это, вот эти два, они более соленые. Так что надо добавлять по чуть-чуть. По чуть-чуть, понятно. Ну, что, добавить чуть-чуть вот этого. Какой-то капусточки, что ли, я не могу понять, что это такое. Так вот. А, по чуть-чуть давайте. И лучок. И лучка. Ну, все, пробуй давай, ну, прям очень интересно. Что ты скажешь по этому поводу? Так, ну, тоже. Хороший. Прикольно. Сейчас, уже попробую чувствитель. Вот, устрица, ага. Ага. Ну, что-то они, кстати, маленькие, вы заметили, да? Ага. Коричё. Давай ещё кто-то принесли. Очень прикольно. Прям, она ещё такая нежная какая-то. Прям очень вкусная. Пока мы тут пробовали, нам принесли, внизу я вижу кровь лежит запечённая. Так, это у нас, кажется, не утка, а это, кажется, гусь. И травонька запаренная, и пиццу нам несут ещё, давай. Вот, ну, пицца прям вообще сочная выглядит. Такое ощущение, что основа это картошка и устрица. Нет, это не картошка, это тесто написано. Ну, просто как будто бы так, с виду. Выглядит, да? Да. В общем, чуть-чуть, говорят, добавить. Это у нас сельдерей. Лучок. Окей, лучок прям норм. Кинза. Кинзум мы ещё не полюбили. Не знаю, когда это настанет, но вот я один её ещё не ем, да. Так, арахис вот так вот бросим. Я думаю, что можно пробовать. Ты мне туда устрицу положила? Да, и устрицу, и гребешок, и что там ещё, грибочек. Кажется, всё положила. Всё положила. Берём сразу же сходу. Пробуем устрицу. Маленькие здесь. Слушай, ложкой надо есть. Я сижу, ем палочками, думаю, в чём дело? Что-то не получается, да? Да. Короче, это каша жидкая, надо ем. Ммм, такая солёная. Нежнейшая устрица. Тебе попадалась вот такая штучка? Да. Гребешок, а тебе? Каша сильно солёная. А, да, есть. Попробуй. С морским таким вкусом. Но мне не нравится то, что устрицы, их же надо с пылу и жару, так сказать, есть. А здесь вот прям вот я сейчас съел её, и как будто она прям полежала. Такая вот, типа, несвежая. Мясо. Пробуй мясо. Это эксперт. Мы не эксперты. Мясо поинтереснее будет. И ещё одну контрольную. Ну, как я и сказал, мне не очень каша понравилась, честно. Вам вкусно. Вкусно. Мне тоже нравится. Так, мы сейчас будем пробовать гуся. Гуся выглядит сочно. Внизу тофу. Сочно, да? Вон, кстати, висит. Курица и гусь. Шея длиннющая. Но мне по факту больше утка всегда нравилась. Они сказали, что здесь какого-то мяса нету. Ты лучше меня разбирайся по-китайски. Поэтому я ничего не поняла. Просто заменили одно мясо на другое. Понял? Очень вкусно. Точно. И вот, короче, тофу хочется попробовать сразу. Вот так сочно выглядит. А мы расслаждаемся кашем. Офигеть. Офу-как вкусно. Прям как белок в яичнице. Вот так примерно что-то было. Ну и соус соленый очень. Это прям мне припомнилось. Реально вкусно. И берем вот так вот просто вот. Такую вот запаренную слегка травоньку. Что-то прям и хлеба не надо, ребят, товарищ. Да, потому что с травкой, да? Да вообще никакого гарнира не надо. Слегка запаренная трава в соусе. Это чеснок, корец, обжаренный мелко. Оно такая хрустящая, запаренная такая. Все как-то в меру, что-то... Так, окей. Зафиксировали. Пробуем дальше. Нам принесли новое блюдо. Вот это вот с квашеной капустой. Сейчас мы это попробуем тоже. И осталось еще одно блюдо. Пицца. Пробуем. Да, как ее вот накладывать. Ее разрезали. Да, резать как вину. А, ну мне кажется, вот так палочками. А, ее прям вот так, видимо, и лопать. Вот мне, пожалуйста, захвати вот с устрицей. И... Вот сюда. А ее тебе надо было прямо отсюда прямо. О, я думаю. Отлично, мне кажется, есть. Я пошел... Пробовать. Ахаха. Вот так, сразу с устрицей берем. Реально почему-то напоминает дрань. Картошку напоминает. Ну, все, что... Все, что такое, типа, обжаренное, но не устрица, мне нравится. Почему-то мне устрицы не нравятся. Они где-то... А ты свою тарелочку подвинь. Какие-то сильно мягкие какие-то. А мне тоже чуть-чуть острицы ели. А? Мне тоже острицы не очень понравились. Вот, такое ощущение, что, смотрите, их как бы... Их же надо почистить, да? Положить какой-то контейнер, потом это лежит, ждет, пока закажут. А их же надо вот открыл, либо вот так вот с лимоном, либо на огонь сразу же. Помнишь, мы пробовали, Баир приносил устрицам? Да. Я никогда не думал, что они вкусные, оказывается, бывают. А потому что свежие были. Ну, я не думаю, что тут не свежие. В принципе, мне нравится. Просто ты не любитель устриц, вот и все. Там столько чеснока, перчика и всего-всего. Так, мам, тебе нравится, правильно? Там просто столько чеснока, перчика и всего-всего, что устрица не чувствует. Не чувствуется. Это проба? Мне нравится. Вот, смотри, у меня прямо толстенько, какая устрица. Мягко как-то, немного так, рыхло, нет? Ну, она так и есть, мягкая. Устрица, она такая. Не хочешь, вот на свою салфеточку клади? Мне не расходятся. Мика отказалась прям. Мика, не будешь, да? Нет, немножко пополучно. Это в кашке? Да. Очень вкусно. Каши, кстати, осталось еще вот столько. Нам вообще не принесли одно блюдо. Мы подозвали, сказали, что у нас нету этого блюда. А они по ошибке унесли куда-то. Куда? Другим клиентам. Ну, говорят, извините, мы сейчас, говорят, что-то сделаем. Это было такой, типа, комплимент от шеф-повара. Для другим. Для тех ребят, да. А я хочу тем временем попробовать. Я, конечно, пробовал его когда-то, но я его, как правило, не ем, оно не очень. Попробуй. Это кровь утки, гуся. Ну, короче, мне кажется, это кровь птицы. Оно, когда застывает, оно становится таким, как. На тоху похоже, что ли? И это. Это самая настоящая кровь запеченная. Ну, а что мы же кровяной колбасу ели в детстве? Две камеры надо. Да попробуй, это же съедобно. Ты знаешь, вкусно нормально. Она вот соусом пропиталась. И по консистенции, как тофу, короче. Такой мягкий-мягкий тофу. Я не сказал, что это прям супер-пупер вкусно, но это не противно. Как омлетик, наверное. Будешь? Пой. Давай. Мика, а ты попробуй. Я пробовала уже такое. Ты если не хочешь, не ешь. Не, нормально. Я вот сейчас соус еще помыкаю. И съем. А что ты думаешь, в смысле, это не съедобно, что ли? Так, что-то у меня проблемы с координацией. Солененький, в соусе. На вкус соуса. Сет очень большой. Но мы же хотели показать все, что мы тут заказали. Поэтому мы могли бы обойтись и без этого блюда дополнительного. Но мне кажется, оно очень сочно. Вообще мы заказали сет за 150 юаней. 148 юаней, да, стоит сет. Все, входит. Без вот этого. Без вот этого. Но мы решили, вот прям по максималке, естественно, каша. Да просто не вырежь, а ты сказал, что, по-моему, это самое вкусное блюдо. Я хочу, мне кажется, это просто балдеж. Вот так вот берем. Здесь очень много... Я сейчас время забываю это слово. Как это, мой репродукт называется? Дай чистую тарелку. Устриц. Вот. Здесь все подряд. Здесь капуста, квашеный перец. Вот такой вот острый. Ну, что еще? Чеснок, может быть, вижу. Все. И много-много устриц. Остро. Острые чеснока, по-моему, тоже много, да? Да. Берем, в общем, так вот. Острый. Острый сильный? Очень остро. Ну, тогда лучше каш поешь. И вот здесь, кстати, я вам хочу отметить то, что нету вот этого такого выявленного такого прям вкуса морепродукта от устриц. То, что где я все время подчеркиваю. Потому что перебивает его чеснок, перец. Чеснок, перец и квашеная капуста перебивает все и просто залетает. Вот и я тебе говорю, почему, допустим, тебе больше нравятся вот эти устрицы на раковник. Потому что там перебивает вкус чеснока и перца. Острый очень. Блин, ну вкусно, очень нравится. О, имбирь попался. Еще имбирь. Хочется, все перебивает. Это прям понравилось. Бульончик такой ядреный. Аккуратно. Бульон нормальный, не так сильно. Мне какая-то остро, не надо. Вот такие странные пирожки, которые находятся здесь в топ-3. Да. Так, давай. Я знаю, что делаю. Забавляешься от сердца. Забавляйся. Давай, все, пробуем. Вот как она есть. Мне кажется, она не салатка. Позови. Пока что он наоборот. Да, наоборот. Вот устрица и капусточка. Пробуем. Ну да, мы пробуем. Да, острота потом накатывает. Да, накатывает. В целом очень вкусненько, да? В целом, да. Это красные бобы, а это морковка и это капуста. Вот, тесто рисовое, да, тянется, да? Сладкий, не сладкий? Или крахмал. Сладкий. Сладкий. Вот это типа десерт, да? Это крахмал. У меня пахнет не сладко. В семье, что ли, только я люблю красные бобы. А что, вкусно? Видимо, да. Не, ну, ну, хоть. Давай, я попробую. Только неудобно. Мне просто интересно, Вероника, что там. Морковка нет. Морковка же должна быть вкусной. Я не знаю, что рядом с ней. Очень вкусно. Сладкие бобы. Кровь вкуснее. Как морковь? Понял. Морковь вкусная. Соленая морковка? Сладкие бобы? Вот это мне больше нравится. Здесь какая-то даже мясная начинка, что ли, даже есть. Короче, морковка, там что-то еще, еще. А, детям, смотри, с бобами больше всего понравилось. А, сладкая, потому что. Ммм, это ты знаешь, когда... Где-то я пробовала, такие есть пельмени с капустой. Клоу и мама в тот раз делала. Ну, моя одноклассница, мама, ее мама. Это реально очень вкусно. Там вот такая вот капуста. Сладкая или соленая? Мне кажется, оно не сладкое. Как с яйцом, да, как будто. Ммм. Это масло. О, вкусно. Да? Да. Это черемша, что ли? Да. Похоже на черемшу, как будто. Остринку запиваем. Да, в общем, сильно острое блюдо. В целом оно мне очень понравилось. Мне больше всего понравилось гусь, пицца и вот эта вот остринка. Вам что понравилось? Нам больше понравилось, ну, мне больше понравилось гусь и каша. Мне тоже, мне кажется, я бы лучше поставила гусь на первое место. Ага. И на второе бы я поставила кафе. Она тоже очень вкусная, рисовая каша. И вот такая у меня оценка. Ага. Не знаю. Гусь я ела миллион раз. Как бы если идти в этот ресторан, но точно не для того, чтобы поесть гуся. Мне каша понравилась больше всего. Самое интересное блюдо, пожалуй. Ну и пицца с устрицами. Это было интересно. Это было что-то новое. А так у нас вообще на самом деле на примете много интересных ресторанов. Обязательно вместе с вами посетим. На этом у нас все. Подписывайтесь, хотите, не подписывайтесь. Подписывайтесь знаете куда? Чтобы быть на связи. Подписывайтесь в Telegram. Оставлю его внизу. И будем на связи. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok